Благовещенские таможенники борются с так называемым помогаечным бизнесом. Это когда граждане ввозят огромные баулы с товарами якобы для собственных нужд. По наблюдениям специалистов, рядовые туристы не берут багаж весом более чем 25 килограммов. С нового года правила ужесточатся. Начнется поэтапное снижение количества ввозимых вещей беспошлины. В декабре 2017 коллегия Евразийского экономического союза подписала соответствующее соглашение. Сегодня разрешенная норма – багаж весом не более 50 килограммов, общей стоимостью до 1500 евро. С 1 января 2019 года изменится стоимостная характеристика, то есть можно будет завести товаров на сумму до 1000 евро, вес остается прежним – 50 килограмм. С 1 января 2020 года произойдет снижение, то есть вес сократится до 35 килограмм, стоимость 750 евро. И с 2021 года, с 1 января, стоимость будет составлять 500 евро и вес – 25 килограмм. В этом году в отношении пассажиров возбуждено 290 административных дел. Большинство нарушений связаны именно с провозом коммерческих партий продукции якобы для себя. Кроме чрезмерного количества товаров, туристы везут и вовсе запрещенные предметы. В этом году, к примеру, через границу пытались провести наркотики и ртуть. За последнее время в отношении контрабандистов завели 4 уголовных дела. Крайнее следствие идет, я вам могу только преамбулу сказать. Последний случай был, это у нас гражданка КНР, задержали ее, она провозила ртуть, везла сюда порядка 700 грамм. Есть информация, что ее используют в золотодобывающую, то есть когда нелегально намывают золото, то есть она для каких-то там определенных реакций нужна ртуть. Обнаружить незаконные предметы таможенникам помогают их четверолапые коллеги. Частенько такие сотрудники с острым нюхом помогают найти то, что не смог зафиксировать сканер. Работа хвостатых помощников, отмечают таможенники, сегодня важна и востребована как никогда, поскольку с каждым годом пассажиропоток на российско-китайской границе только растет. В последнее время увеличилось число туристов из Поднебесной. Если в прошлом году таможню прошли 576 тысяч пассажиров, то за последние 9 месяцев их уже более 600 тысяч.